МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Миллионов рублей использованы с различными нарушениями при формировании и исполнении республиканского бюджета, осуществлении государственных и муниципальных закупок. В Аскизе отказались от контейнеров. Жителям частного сектора предложили собирать мусор в мешки. Судя по всему, жителям частного сектора Аскиза придется побегать за рекоператором с мешками мусора. В Абаканском центре живой природы пополнение. У семейства лам родился детеныш. Это лама Гуанака. Вот сейчас у нас стоит новоиспеченный папа и маленький Марк. Ему всего один месяц. В Акасии формируется перечень социальных предприятий про одно из медучреждений, которое планирует открыть реабилитационный центр в нашей рубрике «Делай бизнес в Акасии». Помещение готово на 90 с лишним процентов, однако, как мы видим, здание еще полностью не укомплектовано. В Акасии введен режим повышенной готовности. Причем причин для беспокойства несколько. Распространение коронавируса, осложнение паводковой и пожарной обстановки в связи с потеплением. С 13 марта по 15 мая профильные министерства и ведомства, органы местного самоуправления усилят меры безопасности. Особое внимание гражданам, которые возвращаются из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, и пациентам старше 60 лет. Усилят контроль за состоянием здоровья школьников и воспитанников детсадов, а также за коллективами образовательных учреждений. В Акасии рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий. К теме паводка мы еще вернемся, а пока к другим событиям бюджетных нарушений почти на миллиард. Контрольно-счетная палата Акасии представила результаты своих проверок за год. Она следит за тем, как формируется и исполняется республиканский бюджет. Отчет приняли на сессии Верховного Совета Республики. За год контрольно-счетная палата проверила больше сотни объектов органов госвласти и местного самоуправления республики. Нарушений на 975 миллионов 600 тысяч рублей. Из них 27 миллионов – это нецелевые бюджетные расходы. Около 120 миллионов – неэффективное использование казенных денег. Свыше 820 миллионов рублей использованы с различными нарушениями при формировании и исполнении республиканского бюджета. Осуществление государственных и муниципальных закупок, ведение бухгалтерского учета и отчетности и распоряжение государственным имуществом. Наибольшая доля неэффективных затрат связана с использованием субсидий на компенсацию расходов местных бюджетов, а также с использованием государственного недвижимого имущества и выполнением государственных заданий учреждением здравоохранения. Контрольно-счетная палата выдала правительству и муниципалитетам свыше 300 рекомендаций. Все их учли в нормативно-правовых актах, в том числе в шести республиканских законах, 25 постановлениях правительства республики. Перед принятием отчета депутаты изучали его больше двух недель. Это в первую очередь как план деятельности по устранению ошибок в своей работе и муниципальным образованием, и республиканским учреждением, министерствам, ведомствам. Четкое следование рекомендациям контрольно-счетной палаты, воплощение их в поседневные жизни позволит более целевым образом и эффективней расходовать бюджетные средства. Больше половины рекомендаций контрольно-счетной палаты уже выполнено. Устранено финансовых нарушений более чем на 3,5 миллиона рублей. Ольга Барловская, Руслан Шалгынов, РТС. Уголовное дело о служебном подлоге возбудили в Алтайском районе. По мнению республиканской прокуратуры, местные чиновники закрыли глаза на отсутствие трубы. Субсидию в рамках нацпроекта «Экология» выделили на строительство наружной сети водопровода в селе Белый Яр. Администрация сельсовета заключила контракт с коммерческой организацией. Подрядчик не полностью доставил напорную трубу, однако документы о поставке стройматериала подписали и деньги перечислили. Возбуждено уголовное дело. Неожиданное решение. В Аскизе отказались от контейнеров, а в качестве временной схемы бытовые отходы в частном секторе и жителям предложено собирать в мешки. Катерина Ярушина попыталась понять логику рекоператора, а заодно спросила сельчан, стало ли от этого удобнее, а главное дешевле. Проблема с вывозом мусора для Аскиза не нова. Село как обрастало хламом, так и продолжает обрастать. Не помогают даже те немногочисленные контейнеры, которые расставлены на нескольких улицах. Если мусор не вывезен в срок, то с ветром разлетается по всему населенному пункту. Жители Аскиза не устраивают сроки вывоза мусора. Места, где стоят бункеры для сбора ТКО, как этот на окраине села или у реки, и тарифы для частного сектора 100 рублей с человека. За что платить, если у многих сельчан нет даже своих баков? Мусор они сжигают в печи или используют в огороде. В конце февраля главе сельсовета пришлось даже организовать сход граждан. В качестве альтернативы недовольным предложили собирать мусор в мешки. Рекоператор Аэросити-2000 идею поддержал. Мешковой сбор будет проходить до тех пор, пока органы местного самоуправления не организуют места накопления и не обустроят их контейнерами, как это сказано в решении суда. По оплате. Оплата будет проходить тем же самым образом, то есть начисление по нормативу. Рекоператор уточняет, то, что лежит на земле, обязан убрать муниципалитет. И неважно, как мусор там оказался. Платежная дисциплина в Аскизе тоже оставляет желать лучшего, больше 4000 должников. Сейчас им предлагают оплатить за мусор без пени. Вместе с тем жители Аскиза разделились на два лагеря. Одни считают, что новая мира поможет очистить село, другие так и сетуют на тариф. У нас как бы все равно это не сильно-то устраивает, ни за что платим получается. Ну, столько мусора нет, сколько оплата идет, получается, так дорого на одного человека. Допустим, бабушке 80 лет, вообще какой с нее мусор? Контейнеры стоят далеко, и не все проще вывезти уже на свалку тогда людям, чем платить за эти контейнеры и не пользоваться ими. А так будут, если люди возле дома собирать, в какой-то определенный день выставлять и будут собирать этот мусор, это будет проще. Подъезжать к каждому дому рекоператор не собирается. Место мешкового сбора мусора определено. Это не коснется многоэтажек и домов, где есть баки, а затронет определенный круг лиц. Судя по всему, жителям частного сектора Аскиза придется побегать за рекоператором с мешками мусора. Приезжать он для них будет два раза в месяц по субботам. Екатерина Ярушина, Дмитрий Щеглов, РТС. В Хакасии в ближайшее время возобновятся выплаты компенсаций жителям республики организациям за покупку угля и дров. Задержка была связана с внесением изменений в документ, устанавливающий предельные розничные цены на твердое топливо. В прежнем акте цены были установлены постановлением от 2018 года. Документ был существенно переработан, утверждены предельные тарифы на текущий год. На минувшем заседании республиканского правительства соответствующее постановление было принято главы Хакасии. Начать выплаты компенсаций планируется в конце марта. Аномально теплый март проверит на прочность оперативно-спасательные службы Хакасии. С одной стороны, интенсивное таяние снегов может привести к подтоплениям. С другой, в оголенных степях уже начинают регистрировать палы. Эти проблемы сегодня обсудили на очередном заседании Республиканской комиссии ПЧС. Как Хакасия готовится к возможным ударам стихии в репортаже Асхара Артамонова. Первая десятидневка марта уже вошла в историю метеонаблюдений как одна из самых теплых. Температура на 7-9 градусов выше среднеклиматических показателей. Гидромедцентр Хакасии ожидает. Река Абакан вскроется с 10 по 14 апреля. Это на неделю раньше обычного. При этом запасы снега в таежных верховьях в полтора-два раза превышают норму. Угрозы подтопления не исключены. По максимальным уровням около нормы. Но, еще раз повторяю, это прогноз предварительный. И при совпадении с осадками, возможно, у нас ближе к критическим уровням. Уже в это воскресенье столбики термометров поднимутся до 10 градусов. Ожидается мокрый снег. А в начале следующей плюсовая температура сохранится даже в темное время суток. Днем воздух прогреется до плюс 13. Первый степной пал травы уже зафиксирован в Орженикидзевском районе. Поэтому вопросы профилактики становятся первоочередными. Огромную работу предстоит проделать и в области охраны лесов. Минприрода уже утвердила планы по пожаротушению в 13 лесничествах. Они включают создание минерализованных полос и реконструкцию дорог для прохождения техники. К масштабной профилактической работе сегодня приступили и сотрудники противопожарной службы Хакасии. Акция «Пожарный десант» охватит все районы республики. Одним из первых населенных пунктов стала деревня Кайбалы Алтайского района. Огнеборцы отработали действия по эвакуации людей и ликвидации возгорания в местном ДК. В рамках акции будет проводиться комплексная отработка социально значимых объектов. Это школа, детский сад, дом, культура и ФАП. Будет проводиться изучение строений, отработка документов предварительного планирования и работа пожарной сигнализации. Кроме того, пожарные вместе с участковым, социальным работником и старостой провели подворовой обход. В первую очередь посетили многодетные семьи и пожилых людей. В некоторых домах специалисты установили пожарные извещатели. Штука вовсе не праздная для деревенского дома с печным отоплением. Для пенсионерки Анны Матвеевны Бурачкиной такое внимание только в радость. Проходили же там электричество проверяли, там говорили. Конечно, все равно предупреждают же людей. Пожары случались. У соседей вот с той стороны, вот этот дом второй, были пожары. Дом не горел, а бани там до стайки горели. Акция «Пожарный десант» продлится в Хакасии до конца мая. Специалисты проведут профилактические беседы с гражданами, раздадут памятки и рекомендации, как избежать огненной беды. А самое главное, в очередной раз напомнят, что сжигание прошлогодней листвы и травы на участках строго запрещено. Оскар Артамонов, Станислав Колченаев, РТС. Мы уже рассказывали историю о маленькой Стефании Святайло. Малышка родилась с очень редкой патологией. Позади уже несколько операций, назначена еще одна. Абаканской семье срочно нужны деньги на лечение девочки. Родители вновь просят помощи у телезрителей РТС. Стефании два с половиной года. В семье она второй ребенок, долгожданный. Родители рассказывают, беременность планировали год. Протекала она хорошо. Ни один врач, ни один анализ не выявили отклонений от нормы. Неладная Кристина почувствовала в самом конце беременности. Рожала она в Томске. Поднялось очень сильно давление, они меня повели на УЗИ. Начали смотреть, когда плод, я поняла, что что-то не так. Они не стали мне говорить об этом. Я понимаю их и благодарна им за это, потому что я бы с ума сошла. Малышка родилась с очень редкой патологией. Один случай на миллион. У ребенка была зайчья губа, волчья пасть, нет одного глазного яблока и части носа. Я не знала, как мне дальше жить с этим. Я не понимала вообще. Когда я ее увидела, у меня был шок. Когда ее принесли кормить, тут все отпало. Я ее отдам никому. Она же моя. Обращались в несколько российских клиник в разных городах. Им посоветовали Сингапур. За два года Стефания перенесла несколько сложнейших операций. Часть дефектов удалось исправить. Основная наша проблема – это асимметрия лица. Если мы не будем вовремя протезировать своего ребенка, то у нее одна часть лица просто спустится вниз. Операция нужна срочно. На лечение уже потрачено порядка 5,5 миллионов рублей. Кристина, Вячеслав и их родители набрали много кредитов. Ресурсы уже закончились. А операция назначена на начало мая. Сначала семья Святайла попросила помощи в соцсетях. Супруги не ожидали, что откликнется так много людей. Они благодарны всем. На сегодня собрано уже порядка полумиллиона рублей. И все бы ничего, но последняя ситуация, произошедшая с курсами валют, можно сказать, обнулила все труды неравнодушных людей. Из-за резкого падения рубля операция подорожала. Почти на 300 тысяч. Времени все меньше. Всем, кто бы мог помочь маленькой Стефании, просьба связаться с ее мамой по телефону, который вы видите на экране. Подробные реквизиты указаны на сайте tvrts.ru и в наших социальных сетях. Мария Мишнина, Антон Михайлов, РТС. Она нежность и очарование. Но всегда для меня загадка. Миловица, живи полной жизнью. Салон женского белья Вова, Абакан, Крылова, 41. Правительство Республики Хакасия и Совет Старейшин Хакасского Народа приглашают на встречу Хакасского Нового Года Чилпазы 21 марта в 12.00 на Республиканском ипподроме. На горнолыжном курорте в Приисковом в связи с угрозой исхода лавин начали дежурить спасатели, сообщает пресс-служба МЧС. Их основная задача – обеспечить безопасность любителей зимнего отдыха в период высокой лавинной опасности. Для этого завезены снегоходы и необходимое снаряжение. Отмечу, что Приисковое входит в десятку наиболее популярных мест России для экстремального туризма. Сюда приезжают лыжники и сноубордисты со всех уголков страны. Однако в связи с недостаточно развитой инфраструктурой большинство гостей выбирают дикий вариант отдыха. Поэтому практически каждый год в районе Приискового происходят трагические происшествия, в том числе гибель людей. Накануне ночью в Сорске в ДТП перевернулся автомобиль. Пострадали две девушки. У обеих выявлены признаки алкогольного опьянения. В детском саду нашли опасную крупу, а от падения сосулек и снега пострадали люди. Далее хроника происшествий от наших корреспондентов. Надзорники Хакасии проверяют работу сельсоветов и предприятий ЖКХ. Как они обеспечивают безопасность жизни и здоровье людей. Поводом послужил случай в Вершине Теои. Там ребенок получил травму в результате схода наледи с крыши многоэтажки. Коммунальщики плохо убрали снег. Возбуждено уголовное дело. Инспекторы Россельхознадзора обнаружили в детском саду Черногорска кукурузную крупу без документов, подтверждающих ее качество. Товар изъят. Должностное лицо привлечено к административной ответственности. Мошенник под видом родственника обманул жительницу Черногорска и завладел суммой в 60 тысяч рублей. Незнакомец позвонил по телефону, сообщил, что его остановили инспекторы ГИБДД за езду в пьяном виде. Якобы можно откупиться. Женщина перекинула деньги на счет, уже позже решила перезвонить родственнику. Мошенники звонили из Волгоградской области. Ограбление практически под дверью квартиры. В Абакане на женщину в подъезде напал неизвестный мужчина. Это произошло вечером. Злоумышленник отобрал сотовый телефон. Полицейские подозреваемого задержали. Похищенный гаджет изъят. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Почти в 100 тысяч рублей обошлась рыбалка жителю Абакана. Он нарушил запрет на ловлю Хариуса. Санкциями для нарушителя стала оплата каждого добытого хвоста. Причем убедил оплатить штраф судебный пристав исполнитель. После информации о наказании, которое может грозить в случае неуплаты, мужчина на следующий день полностью погасил сумму взыскания в пользу бюджета Российской Федерации. 99 900 рублей. Школьникам Усть-Абакана сегодня они встретились с олимпийскими чемпионами. Делегация находится в Хакасии в рамках благотворительной программы «Олимпийские легенды детям, молодежи и детскому спорту России». Посвящена она 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В течение ближайшей недели олимпийцы посетят несколько населенных пунктов. К примеру, сегодня спортсмены общались со школьниками и общественниками Усть-Абаканского района. Запланированы экскурсии на спортивные объекты, участие в соревнованиях. Посещаемым муниципалитетом выделят спортинвентарь и экипировку. Пришла весна, а вместе с ней и радостные новости в Абаканском центре живой природы пополнение зоу-детьми с пушистым детенышем Ламы. Марфе познакомилась Полина Назарова. Это Лама Гуанака. Вот сейчас у нас стоит новоиспеченный папа и маленький Марфе. Ему всего один месяц. И он очень любопытный, как любой ребенок. Вообще Ламы очень выносливые. И раньше индейцы использовали их как раз таки для перевозки грузов. Марфе возить на себе тяжести, конечно, не будет. Зато порадует посетителей своей детской потешностью. Малыш родился в канун Дня всех влюбленных и за месяц хорошо окреп. Теперь резвится и играет рядом с родителями. С момента рождения все-таки детеныши Ламы отличаются тем, что они буквально сразу излучают нежность, готовы к общению. То есть постоянно находятся в вольере. То есть туда до позднего вечера все-таки. Так что наши посетители в течение дня хоть когда могут увидеть, как он бегает, прыгает, как и все дети любят играть. Мама и папа Мальта и Март уже с легкостью отпускают малыша от себя. Это не первый их детеныш. Специалисты зоопарка рассказывают, что сейчас Марфе сплошной позитив на ножках. Ему интересно буквально все. От проходящих мимо людей до метелок, которыми убирают в вольере. Ждут в центре живой природы и других зоомалышей от копытных. Но пока все это держат в секрете. Предстоящие выходные обещают теплую погоду. Это ли не повод заглянуть в гости и посмотреть на Марфе своими глазами? Полина Назарова, Руслан Шелгынов, РТС. В Хакасии появится объединенный музей театров республики. Проект получил более 4 миллионов рублей от фонда президентских грантов. На эти деньги планируют создать музей русского и хакасского драматических театров. Уже придуман первый выставочный проект, посвященный истории двух театральных коллективов. Также в музее планируют проводить лектории, презентации, тематические выставки. В фондах накопилось много исторических документов, фотографий, костюмов и спектаклей личных предметов артистов. Найдется здесь место и высоким технологиям. Предусмотрены виртуальные игры, аудиогид на трех языках и даже возможность оживления экспонатов с помощью смартфона. Распахнет свои двери театральный музей уже в сентябре этого года в фойе второго этажа драмтеатра. Подарок от РТС в группе нашего канала во Вконтакте проходит розыгрыш для подписчиков. Победитель конкурса получит приятный сюрприз от РТС и интернет-магазина современной молодежной одежды. Условия самые простые. Быть подписчиками двух групп и поделиться записью со своими друзьями в соцсети. Удача ждет самых активных уже 27 марта. Подробности в группе РТС во Вконтакте. В республике завершился первый этап формирования перечня социальных предприятий. По данным Министерства экономического развития, к ним поступило почти три десятка заявок. О том, зачем предприниматели борются за этот статус и какие преференции он дает, в еженедельной рубрике «Делай бизнес в Хакасии». Эксперты подсчитали, наиболее заинтересованными в получении статуса социальное предприятие оказались предприниматели Абазы. С самого отдаленного от регионального центра города поступило 12 заявок. Это почти половина от всех. На втором месте Саиногорск – 9 заявок. На третьем – Черногорск, там Министерство экономического развития, обратились пять субъектов малого бизнеса. Если заявки будут одобрены, предприятия могут рассчитывать на помощь государства. Поддержка может быть в виде социальных грантов. И сегодня это уже реализуется на территории Хакасии. С прошлого года социальные гранты предоставляются субъектам бизнеса, относящиеся к социальным предпринимательству, которые реализуют деятельность на территории монопрофильных населенных пунктов. В профильном ведомстве подчеркивают, для того, чтобы попасть в перечень, нужно выполнить несколько условий. В том числе, если в бизнесе работают, например, инвалиды. Если производимая продукция или услуги предназначены для уязвимых категорий граждан. Плюс определенный уровень доходов. Одно из предприятий, которое ждет одобрения – медицинский центр в Черногорске. В планах учреждения открыть реабилитационный центр. Собственных средств, но все про все не хватило. Помещение готово на 90 с лишним процентов. Однако, как мы видим, здание еще полностью неукомплектовано. То оборудование, которое есть, находится на первом этаже. Специальные ванны и тренажеры призваны помочь людям восстановиться после травм опорно-двигательного аппарата. Чтобы начать работать, нужны деньги. Путь очень короткий. Если бы мы дооснастили себе поставку оборудования около одного месяца. И после того, как поступает оборудование, мы получаем все заключительные документы. Это, наверное, около месяца еще дополнительно. Около двух-трех месяцев. И реабилитационный центр может работать в полную силу. В рамках проекта «Делай бизнес ХКС» из 1 марта стартует второй этап. Таким образом, подать заявку на присвоение статуса соцпредприятия можно до 1 мая. Для этого надо обратиться в Министерство экономического развития, в МФЦ, в Центр мой бизнес или в администрацию своего муниципального образования. Андрей Пахабов, Дмитрий Щеглов, РТС. На этом у меня все. Но не уходите далеко от экранов. Моя коллега, ведущая рубрики в сети, Полина Назарова, уже в студии. Прямо сейчас расскажет, чем запомнилась уходящая неделя в интернете. Полина, добрый вечер. Добрый вечер, Наташа. Добрый вечер, дорогие друзья. Наташа, ну как чувствуешь? Уже вот прям весну-весну готова ли встречать Новый год? Как тебе погода в целом? Хакасский Новый год я встречать готова. И вообще погода, конечно, в последние дни только радует. Об этом, обо всем ты поговори с нашими теперь телезрителями. Ну а я прощаюсь. Удачи, до встречи в эфире. Новый год по Хакасски встретим уже на следующих выходных. Состоится праздник 21 марта. Традиционно на Республиканском ипподроме. Обещают яркие представления, национальные игры, скачки лошадок. Пройдет и традиционная сельхозярмарка. А уже 22 марта день весеннего равноденствия. Это значит, день начнет пребывать. Между тем, в Хакассии, что в соседнем Красноярском крае, ходят сообщения о том, что в городах уже появились зараженные коронавирусом. Однако верить этому не стоит. Вчера на YouTube-канале Красноярские новости появился ролик от Красноярки Анны Николаевой. В нем она сообщает о том, что в Красноярском крае якобы есть заболевшая коронавирусом. И несколько человек уже умерли. Но эта информация держится в секрете. Женщина советует горожанам быть осторожными и не посещать кинотеатры и торговые центры. Правда, представители Минздрава пояснили, что эта новость не более чем фейк. И девушка решила просто словить популярность. А вот в деревне Костылева Свердловской области замечен необычный священник, парящий в воздухе. Кибербатюшка на моноколесе был замечен на дорогах Свердловской области. Рассказывает, что приобрел он его для постановки спектакля с деревенскими детишками. Колесико ему приглянулось и теперь он рассекает по деревне. Увидев такое, я бы перекрестилась. В Москве таксист на оживленной дороге посадил за руль своего ребенка. Малыш на вид еще и в школу не ходит, но крутит руль и пытается держать рычаг коробки передач. Внимательно наблюдает за дорогой и запоминает все движения отца. По всей видимости, папаша с пеленок решил растить себе достойную замену. Надо сказать, движется автомобиль медленно с включенными аварийными огнями. Это, пожалуй, все меры безопасности, которые предпринял шофер. Этим делом уже заинтересовались органы. Группа «Литл Биг» поедет на Евровидение с песней «Уно». Ранее в сеть уже просачивалось видео с этой композицией, однако группа отрицала, что именно эту песню предоставят на конкурс. Сегодня информация подтвердилась. Надеемся, что легкий, ритмичный и с нотками Бразилии ритм обязательно принесет нашим ребятам победу в Роттердаме. Заряжайтесь. Кстати, в сети не устоит комментировать, что именно это Евровидение с участием российской группы будут смотреть все. Это были все новости, которые попали в мои сети. Сегодня узнать еще больше можно на нашем сайте tvrts.ru, ютубе и во всех соцсетях РТС. Далее вас ждет прогноз погоды, а я же с вами прощаюсь и желаю вам отличных выходных. Редактор субтитров А.Семкин